Фонтан у Дома культуры в совхозе России был построен еще до Олимпиады, но из-за несовершенства системы водоподачи проработал недолго, и большую часть времени чаша пустовала. На встречу с главой города жители обратились с просьбой восстановить фонтан. В рамках малых добрых дел была произведена пусконаладочная система фонтана. Привлекли предпринимателей, спасибо им большое. На сегодняшний день фонтан работает, жители очень радуются, украшает наш район совхоз России. Не только аллею фонтана, но и сквер у Дома культуры стал одним из востребованных мест отдыха горожан и гостей курорта, особенно в вечернее время. Хорошо, нам очень нравится, особенно вечером, когда он светится розовым, голубым, зеленым. Вообще красота. Ну и днем тоже приятно охладиться. На создание территории комфортного отдыха и теневой зоны направлена и программа по озеленению Меретинской долины, причем в основном крупномерными растениями. На набережной уже высажены 45 сосен, оливы и порядка 150 кустарников олеандра. И работы продолжаются. В районе этой площадки сегодня планируем высадить 32 оливы, около 65 олеандров, пальмы, бути около 20 штук. Все выращено, либо дорощено по контейнерной технологии на территории города Сочи. И, соответственно, наиболее подготовлено к переносу посадки вот в такое время. Обязательно здесь и оборудование системы полива газонов. Такая в Адлеровском районе уже установлена в трех местах. На бульваре Надежд, на Эмеретинской набережной и еще одну систему полива установят на прогулочной полосе в районе стадиона Фишт. Пока ее нет, растения будут поливать вручную с помощью шланга. Это вещество называется гидрогель для удержания влаги в корневой системе. То есть при помощи этой гидрогели растение хорошо приживается. Помимо работы над созданием зон отдыха в проекте и программа по обустройству спортивных площадок для воркаута. Сейчас на участках идут земельные работы. Вскоре 34 объекта для занятия спортом будут оборудованы для горожан. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.